Ребята, всем огромный привет! Вы на канале Курза Худеет. И сегодня я решила сделать небольшую распаковочку своих покупок сегодняшних. Конечно, это не совсем формат мукбанга, но мне нравится смотреть распаковки, и я решила тоже заснять. Сегодня я сделала покупки, некоторые из них были запланированы, некоторые спонтанные. Все мы с вами девочки, поэтому все нормально. Из чего хотелось бы начать? Вот это была запланированная покупка. Ну, в первую очередь, мой пакетик, в котором все находится. Из запланированных покупок у меня была покупка игрушка моей племянницы. Это игрушка из Минесо. Давайте я немного свой цвет отложу, и буду оттуда просто доставать вещи. Это игрушка из Минесо, она очень мягкая, на ней можно спать. Она такая вот прям нежнота. Когда у меня была в гостях моя племянница, ей понравилась такая же игрушка. Я решила ей ее купить. Она очень хорошая. По цене в белорусских рублях 22 рубля. Ну, это где-то 15-16 долларов. Это оставим тогда здесь. Дальше, что у нас еще? Дальше я купила вот такую елочку. Эту елочку я планирую просто ставить на мукбанке, так как я сейчас решила все-таки возобновить это направление. Я думаю, что будет в тему. Эта елочка стоила около 4 рублей, по-моему. По-моему, 4, да. Дальше, что еще из Минесо? Из Минесо есть вот такие вот рога. Правда, я хочу их даже достать и примерить. Стоят они 4 рубля на белорусские деньги. Опачки. Стоите. Можно, чтобы было красиво. Только этот рог как-то падает. Ну, как мне? По-моему, неплохо. Только его нужно выровнять. Это я тоже купила для фотографий. Можно для мукбанка использовать. Я думаю, что будет тематически. И вторая. Это вот такая тоже штучка. Это тоже ободок. Вот ободок он называется. Тоже красный. Мне нравится этот цвет, потому что на моих волосах это выглядит на контрасте достаточно красиво. Как вам эта милота? Напишите в комментариях, что лучше. Этот ободок или вот этот? Я, честно говоря, первый раз снимаю обзоры. Напишите тоже в комментариях, как вам такого рода видео и снимать их дальше. Но вот из этих двух мне больше понравилось вот это. Дальше. Еще в Миннесу я купила себе ароматизатор воздуха. Вот такой. Вот так он выглядит. Я очень давно хотела попробовать уже ароматизатор воздуха, но когда я покупала один раз, мне не понравился запах. А здесь нюанс в том, что здесь есть такая вот... Не видно. Такая пимпочка, она открывается. И вы можете понюхать запах. Здесь запах такой сирени. Давайте откроем. Ее. Получилось открыть. Сейчас посмотрим. Ух ты! Все вылетело. Ну вот так это выглядит. Это, скорее всего, водичка. А эти палочки, которые нужно вставлять... Давайте я открою. Ну, пахнет уже обалденно. Очень вкусно. Прям очень. Да. И я думаю, что сюда нужно вставлять вот эти палочки. Только я как-то не продумала этот момент, что надо было развязать эту штуку. Короче, вот так оно как-то будет смотреться. Я надеюсь, что у меня в комнате будет пахнуть очень вкусно. Давайте я пока отставлю это. Приступим дальше к распаковке. Я зашла в НИКС в свой любимый магазин косметики и не смогла пройти мимо. Мои покупки составили на около 70 белорусских рублей. Там сейчас скидки. И что я купила? Я купила вот такую палетку. Не знаю, где я ее буду использовать, но только на праздники, наверное. Вот она вот так выглядит. Здесь блестки, наверное, не видно. Плохо, наверное, видно. Они прям рассыпаются. Ну, то есть можно носить под макияж, как-то его украшать, красивым делать. Я планирую что-нибудь интересное с ними делать. Мне очень она понравилась. Она имеет очень красивую цветовую гамму. То есть есть и черные блестки, фиолетовые, это мой любимый цвет, золотистые, даже зеленые. Можно на Новый год использовать, в принципе, почему бы и нет. Поэтому вот такая вот палеточка. Дальше я купила себе фиксатор макияжа. Он матовый, потому что у меня тип кожи жирный и она постоянно жирнится. Дальше я купила себе вот такую подводку для глаз. Она серебро цвет. Можно поверх черной стрелки. Можно просто стрелку такую подвести. Я думаю, что будет красиво. Что еще я купила? Это уже не в Никсе. Нет, в Никсе я еще купила подложку для... В Никсе я еще купила себе подложку для теней. А уже в Крафте я купила себе карандаш. Карандаш Maybelline, черный. И купила еще карандаш себе синий. И купила себе... Ну, как купила? Они были в подарок, шли. Третий. Это жидкие тени. Ну, и что еще я купила? Ну, и что еще я купила? У меня очень давно была идея сделать бананы в шоколаде. И для посыпки я купила вот такие вот штучки. Именно это посыпка лунная, посыпка черничное небо и посыпка сердечки розовые. Эти сердечки, они просто покорили мою душу. Я тоже засниму рецепт, как я буду делать бананы в шоколаде. То есть эти сердечки непросто. Сам прикол в том, что до похода вот в этот кондитерский магазин я зашла в обычный магазин и купила кондитерские украшения вот такие. Вот эти украшения стоили около 3,5 рублей белорусских. А вот эти по 2 рубля. И самое интересное, что здесь 50 грамм вот этой вот посыпки. Она как в детстве, просто с фруктовым вкусом, палочки обычные. А здесь интересные формы. Может вам видно. Ну на видео, когда я буду делать, будет более понятно. Вот они. Сердечки. На этом все, ребят. Пишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам видео подобного плана. Если да, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на меня. Ну а я пойду делать бананы в шоколаде. Всем пока.